Добрый день всем, кто сейчас слушает в прямом эфире Большое Радио. Это программа «Студия Транзит». Анна Будовская у микрофона, за пультом звукорежиссёра Ольга Христинина. И добро пожаловать, представляю, с большим удовольствием у нас в студии сегодня гость. Научный журналист, медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, популяризатор науки. Я могла бы ещё продолжать, но я скажу, что у нас Алексей Водовозов в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, с приездом на Кольскую землю, и, как я понимаю, это уже второе посещение нашего края. И сегодня, 5 июня, в 18.30, в Центре современного искусства СОПКИ-21А состоится ваша лекция с удивительной темой «Книжная медицина. Писатели-медики. Болезни и синдромы литературных персонажей». Это, конечно, очень интересно. Если позволите, чуть-чуть, без особого спойлера, мы тоже поговорим об этом. Но расскажите, ведь вы уже на таких гастролях, можно сказать, у нас здесь не первый день. Что успели увидеть на Кольском Севере, с кем успели пообщаться, как вам наша атмосфера? Атмосфера по-прежнему прекрасная, как и прошлый приезд. Он был в 2018 году, но, правда, это был февраль, поэтому особо ни природу не удалось посмотреть, ни города различные. А вот сейчас, да, сейчас и с погодой очень сильно повезло. Как раз на те дни, когда сюда завезли лето, одновременно приехал я. Поэтому удалось посмотреть действительно красоты. Мы по дороге в Апатиты в том числе удалось полюбоваться и хибинами, и прочими манчетунами, и замечательными реками, и озерами тоже. Ну, действительно, очень красиво. То есть в некоторых местах просто хотелось встать и выть от восторга. Кроме этого, конечно же, люди, ну, здесь по-прежнему все хорошо. То есть люди всегда заинтересованы, люди хотят знать что-нибудь новое, интересное. И поэтому на все мероприятия, во все города, где мы были, был аншлаг и иногда даже со стоячими местами. А вот по душе, по наполнению вы северный или южный человек? Я скорее северный, хотя я по происхождению южанин, я родился в Астрахани, да. Но поскольку отец был военным, то мы мотались довольно много и по стране, и затем я тоже, в общем так, немножечко в этом поучаствовал. И сейчас я чем больше езжу, тем больше понимаю, что, ну, юг это все-таки немножечко другое. Я скорее северный человек, и поэтому одним из таких мест, где я мог бы, например, закрепиться, был Калининград. Это все-таки не совсем юг, мягко говоря. Это нечто близкое и похожее. И не только по менталитету, но и скорее по размеренности жизни, она немножечко здесь помедленнее, с одной стороны. А с другой стороны, когда выпадают вот такие счастливые стечения обстоятельств, как сейчас, то жизнь ускоряется, становится яркой, такой блестящей, можно сказать, и довольно живой. Вот кроме того, что мурманчане, вы отметили, любознательны, да, с интересом воспринимают, вот и ваш приезд, а какие, может быть, еще бы качества вам, скажем так, вот в отметочку именно к северным людям? К нам, к Кольскому северу, ну и вот Калининград, Санкт-Петербург, вот что бы вы выделили? Есть какая-то у них общность? Общность есть, они все тянутся к солнцу, давайте так. Как мох ползем на юг. Да, поскольку это появляется здесь довольно редко, с одной стороны, а с другой стороны, здесь существует такое редчайшее явление, как полярный день. Вы можете наблюдать этот приезд прекрасно. Да, живьем, да, да, поскольку я был на севере в разных его местах, то все-таки я это видел с одной стороны, а с другой стороны, это не перестает удивлять. И когда наблюдаешь в окно, ты видишь, что жизнь, в общем-то, не особо затихает. Люди вот вышли на улицу, во всем красивом, выглядят великолепно, прекрасно, то есть чувствуется, что для них это такой своеобразный праздник. И мне хотят его продлить как можно дольше. Да, это точно. В 12 часов ночи, в час, там, в начале второго. Прогулки, активности. Абсолютно верно, да, и это не может не радовать. Вы сейчас блогер, популярный лектор, пропагандист доказательной медицины, борец с медицинскими мифами, с медицинским невежеством. А вот какой статус вам ближе всего и почему? Скорее так, санпросветчик. Санпросветчик? Да, это довольно старый термин, с одной стороны, а с другой стороны, он, наверное, более корректный. Дело в том, что я действительно вношу в знание людей некую систему, вот именно связанную с собственным организмом и именно с теми аспектами, которые касаются, скажем, уходом, уход за ним, какие-то профилактические меры, болезни и прочее, прочее. То есть это не какая-то сверхтяжелая наука, хотя в некоторых лекциях, да, она там мелькает немножечко, и я все-таки действительно стараюсь опираться на актуальные научные данные, с одной стороны. А с другой стороны, все это переведено с медицинского на русский, и я так надеюсь, что оно максимально понятно для самой широкой аудитории. Да, очень просто вы можете объяснить, и мне кажется, что для многих, кто вас слушает и является вашими подписчиками, это такая, знаете, сродни такой ненавязчивой психотерапии в том числе. Вы лечите, то есть вы продолжаете лечить, потому что официальную деятельность врача вы закончили в 2001 году. И вот с этого периода начался ваш поход в медицинскую журналистику или раньше, вот как вообще, что стало отправной точкой ухода вот в эту сферу? Давайте так, у меня в жизни было довольно много случайностей, которые довольно ощутимо на нее влияли. Нет, они были абсолютно случайны все-таки, да. И одна из них — это вот как раз переход в журналистику. Произошел он после некоторого периода метаний, естественно, потому что 2001 год, ну, такая довольно интересная, вроде бы эпоха, ее так можно, наверное, назвать, переходная, своеобразная, с одной стороны. А с другой стороны, я пришел из армии, в общем, без такой, без иммунитета к шалатанству, потому что, ну, тогда в армии, в общем, было только то, что прям откровенно работало, по крайней мере, по медицине. И представить даже, что будут некие какие-то обманные методики вовлечения людей там в продажу каких-нибудь биодобавок, например, там, или прочих странных очень средств, или диагностики на биорезонансном приборе, на фолиевском приборе, на устройстве для, ну, как ее правильно сказать, сканирования ауры. Даже такое приходилось видеть. И вот этого я не знал. Поэтому, когда одно из объявлений обещало, что врачи, которые придут работать именно по этому направлению, будут изучать новую компьютерную медицинскую диагностику, мне это понравилось. Думаю, а почему нет? В результате это оказалось биорезонансной диагностикой, то есть я стал на некоторое время шалатаном. Ну, правда, мне хватило нескольких месяцев, чтобы разобраться вообще в этом, что это такое, с одной стороны. А с другой стороны, понять, что врачи, которые туда приходят, они зачастую не отдают себе отчета, что вообще в принципе происходит. Они вполне доверяют этим людям, которые вешают им на уши очень наукообразную лапшу. То есть там действительно такая сложная, запутанная терминология, что разбираться в ней никто не хочет. Мне захотелось. А вот эта история с критическим мышлением, с тем, чтобы подсветить, опровергнуть. Вот. И дело в том, что некие противоречия начались только после того, как я стал видеть, что та диагностика, которая предлагает аппарат, ну там нужно было вешать наушники вот примерно такие, как у нас лежат, на голову человека, и якобы там находились датчики, которые считывали некую информацию. Ну, это возможно, в принципе, да, мы электроэнцефалографию так и снимаем. Да, мы же именно так и делаем. Ну, там, правда, шапочка такая довольно большая с датчиками. Но мы можем с мозга что-то снять. Да. В этом нет противоречия. Далее некий прибор. Он запечатанный, у него что-то там спереди мигает, что-то там жужжит. Опять же, у нас есть такие приборы, но более чем достаточно. Медицинских действительно есть, много разных приборов. И метод его, как он именно, на чем он основан, ну, я некоторые знакомые слова там увидел. Все-таки я не физик, вы же понимаете, да, с одной стороны. И противоречия начались, когда эта аппарат стала немножечко перевирать те диагнозы, которые я вижу у человека. Ну, диагноз-то я все-таки неплохой был в свое время. И то, что я вижу, противоречило тому, что выдавал аппарат. Я начал разбираться, почему. Думаю, ну, может быть, я что-то не так делаю. И в итоге дошло до того, что мы с коллегами-физиками, я уже нашел, кому обратиться, этот аппарат вскрыли. И посмотрели, что там внутри находится. Вы не поверите, там была микросхема, которая управляла миганием светодиодов на передней панели. И, строго говоря, на этом все. То есть там было минимальное программное обеспечение, которое, по сути, имитировало работу диагностической некой аппаратуры. Людей, в общем, немножко обманывали. Но поскольку это было с красивой визуализацией, люди верили. Конечно, конечно. То есть, вот, можно сказать, с этого момента примерно началась коллекция медицинского шарлатанства вашего. Да, совершенно верно. И именно по этим мотивам потом родилась книга. То есть я там описал свой опыт хождения шарлатанства. А вот какие экземпляры, кроме того, что вы сейчас рассказали, в вашей коллекции самые ценные? Вот что вам встречалось такого, что, ну, совершенно вышибало вообще? Ну, если бы я оставался шарлатаном, я бы, наверное, перешел на гемосканирование, так называемое, или диагностика по живой капле крови. Она мне очень нравится, потому что там до момента интерпретации результатов абсолютная наука. Очень красивый и очень дорогой, на самом деле, микроскоп. Вывод того, что мы видим в окуляр, на большой экран. И мало кто видел свою кровь, ведь это же так. Ну, в основном это медики будут, биологи, те, кто учились, например, и лабораторные работы делали либо на друг друге, либо даже на себе. А основная часть людей свою кровь не видела. Им начинают ее показывать. И вот дальше, вот именно на уровне интерпретации, только здесь начинается шарлатанство. Потому что им рассказывают, вот, смотрите, там побежала бактерия. Или вот, смотрите, у вас здесь паразит сидит. Или вот, посмотрите, как выглядят ужасно ваши эритроциты. Они слепаются. Вообще-то это норма. Они должны слепаться, начинается процесс свертывания крови. Неважно, люди же этого не знают. И они верят в то, что действительно эритроциты у них слепаются из-за того, что у них не хватает, скажем, кораллового кальция в организме. Его в обязательном порядке нужно пить. И вот это настолько красиво, настолько здорово, да. То есть вот именно такая составляющая, которая абсолютно убеждает людей, ну, не может же врать их собственное зрение. Однако, вот может, очень даже может их подвести. Гемосканирование. Да. Это из самых интересных, вот таких ценных. Из технологических, я бы сказал, высокотехнологичных решений. Которые не сразу, да, поймешь, что это действительно идет туда, в мошенничество, в шарлатанство. Наши слушатели спрашивают у вас, как вы относитесь к распространенному мнению о том, что все болезни — это психосоматика. И что же тогда, в данном случае, инфекционные заболевания. А я, собственно, дополню этот вопрос, можете из своего опыта назвать топ-5 медицинских заблуждений и мифов. Вот относится ли психосоматика к мифу, к заблуждению или действительно все болезни распространены вот так именно благодаря психосоматике? И, соответственно, какие заблуждения и мифы вы бы отметили? Вот в топ-3, 5. Я понимаю, да. Ну, наверное, топ-3 мы можем сказать. Я бы делил их все-таки по социальной значимости, потому что я понимаю, что классификаций может быть очень много. Но те, которые вредят, наверное, больше всего. И на первом месте у нас будут антипрививочные заблуждения. Это само собой. И во время ковида мы это прекрасно увидели, к огромному сожалению. И сейчас мы это все продолжаем видеть, потому что вспышки кори, вспышки коклюша, в том числе у взрослых. Хотя, казалось бы, подождите, мы уже должны были побороть эти болезни. Нет, все это есть по-прежнему и благодаря вот в том числе таким заблуждениям. На втором месте это концепция целая, огромная. Это шлаки, токсины, чистки. И вот на этом строится такой бизнес, что можно только позавидовать, да, что люди действительно с удовольствием несут огромное количество денег, лишь бы им каким-нибудь образом пообещали, что им когда-нибудь станет хорошо. То есть им продают надежду, по сути. И за надежду люди готовы довольно неплохо заплатить. Ну и на третьем месте из таких из опасных, наверное, я бы сказал, это вот как раз увод от нормальной медицины. Неважно как, но, например, либо лечение онкозаболеваний какими-то чудо-травами. Это, к сожалению, очень распространенная такая методика, я бы сказал. И люди очень часто на это попадаются. И когда они потом возвращаются к врачам, но они будут вынуждены все равно вернуться. Время потеряно. Абсолютно верно. А иногда бывает так, что вред он не прямой. Иногда, кстати, бывает даже и прямой, потому что некоторые тропинные сборы, там, или какие-то чудо-добавки в итоге оказываются начиненные токсинами, в том числе натуральными, растительными и прочими вещами. Так что здесь вот это вот очень сложная, на самом деле, составляющая. И с ней бороться, наверное, сложнее всего. Потому что с антипрививочностью, ладно, еще что-то там можно сделать. Мы можем какие-то аргументы приводить и показывать, как это выглядит на самом деле. С какими-то чисткими токсинами тоже можно разобраться. А вот с последним, там, где, понимаете как, там не полная выдумка, там полуправда. То есть берется некая реально существующая составляющая, и вокруг навешивается огромное количество всяких выдумок. Я не вру, я не договариваю, да? Ну, примерно так, да, примерно так. То есть мы берем рациональное зерно, и вокруг него оболочку из просто невероятных вещей. И люди видят, подождите, вот я вижу рациональное зерно. Значит, все остальное тоже правда. Ну, кстати, вы же очень подробно изучали данные по вакцинам от коронавируса. По крайней мере, то, что я читала, вот, что было доступно вас, вот, ваше интервью. Вот, не хочу спрашивать, какую вакцину порекомендуете, да? А у нас и не осталось ничего толком. Вот, ну, тогда, когда все делились за, против, кто-то, кто не определялся, и сидел дома, и никуда не выходил, лишь бы не заразиться, да, и постоянно вот в этом стрессе, в состоянии. Вот, что вы, по итогу, пережив, да, всю эту историю, как нам и сказали, что он останется с нами, будет потихонечку там как-то видоизменяться, но мы его так более-менее коллективным иммунитетом побороли. Ну, не до конца, конечно, но, тем не менее, прививаться надо. Ну, смотрите, чтобы ответить на этот вопрос, я специально пошел добровольцем в клинические исследования в свое время, как раз по спутнику, в третью фазу. И почему я так сделал, да? Именно потому, что я был абсолютно уверен и до сих пор уверен, что прививаться надо. Это, понимаете, как, это такие же в точь по значимости открытия, как электричество, например, двигатели внутривозгорания или там реактивная тяга или прочее-прочее. Все, чем мы сейчас пользуемся. И не использовать такой, ну, действительно эффективный метод профилактики, ну, извините, это не то, что нерационально, это еще, я бы даже сказал, преступно. Преступно. Да, абсолютно верно, потому что здесь кроется сразу несколько важных очень моментов. Мы не только снижаем риски для себя, мы еще защищаем окружающих. А вот далеко не всем окружающим, например, можно вводить вакцины. Есть люди, например, с иммунодефицитами, есть люди с кучей противопоказаний, с анафилактическими шоками и так далее. То есть, ну, мы это понимаем. И, по сути, мы их ставим в зависимость от себя, да, их жизни. Даже не в зависимость, а скорее в прямую опасность. В опасность. Да, мы становимся источником инфекции, причем сами мы, скорее всего, нормально перенесем, если мы здоровы, в нормальном возрасте и все прочее, иммунитет работает хорошо. А вот люди, которых мы заразим, может быть, даже просто мимо проходя, мы их заразим, и, к сожалению, для них это может закончиться печально. То есть, это такая социальная ответственность, я бы сказал. Ответственность. Да. Ну и к психосоматике. Психосоматика, да. Вот этот вопрос. Это, ну, еще раз, да. Все-таки это немножечко не из моей специализации. Я бы рекомендовал посмотреть выступление Никиты Жукова, он как раз невролог, на одном из форумов «Ученые против мифов». То есть, можно зайти на YouTube и поискать «Ученые против мифов» Никиты Жукова. Он как раз рассказывал о том, что медицина под этим термином понимает. То есть, бытовое понятие термина и научно-медицинское очень сильно различается. Но единственное, вот если совсем-совсем коротко сказать, что, например, может произойти, если говорить медицинским языком, соматизация тревожного расстройства. Перевожу. Когда человек постоянно по поводу чего-то беспокоится, причем это становится навязчивой идеей, и это состояние длится полгода и дольше, оно его захватывает целиком, эта мысль становится настолько навязчивой, что вытесняет вообще все остальные. Ему не сконцентрироваться, ни что-то еще сделать. Это тревожное расстройство. И если оно закрепляется в человеке, и мы ничего не делаем с ним, в итоге оно может потом давать и проявление со стороны других органов и систем. То есть, подъем артериального давления, непонятные странные головные боли, не очень ясные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Ну, например, может имитировать синдром раздраженной кишки и прочее-прочее. Человек начинает ходить по врачам, и ему никто не может поставить нормальный диагноз. Никто не может понять, что с ним происходит. И вот есть такая уже современная концепция, да, и врачи в том числе в этом смысле насторожены, что это может быть именно вот такой ситуации. Не соматическое было первым, а психологическое. И тогда мы подходим к этому пациенту и начинаем, например, работать в психотерапии, релаксационные методики, кстати, различные там, не знаю, пилатес, йога, цигун и прочие вещи отлично в этом смысле работают. И если вот это уже не помогает, добавляем еще противотревожные препараты, так называемые анксиолитики. И вот тогда выясняется, что смотрите-ка, то есть человек не болел вот этим всем, а у него было именно тревожное расстройство, которое в итоге превратилось в соматическую патологию. Да, совершенно верно. Другие механизмы. Это тоже нужно учитывать. Боялись вы, когда шли на прививку против коронавируса, дополнение к вопросу последствий? Абсолютно нет. Я все-таки бывший военный, и нас прививали, ну, как вы понимаете, гораздо с большей интенсивностью, чем все остальное население. Есть даже такое понятие, схема военного времени. И во мне это была то ли 30-я, то ли 31-я приивка, я уже не помню, если честно. Так что нет, она просто там рядышком села на очень длинную скамейку, не мешалась совершенно. Ну и, наверное, все-таки ваше профессиональное знание, это самая доказательная медицина. Они, конечно, дают фундамент спокойствия. Я совершенно спокойно на это шел. А мы спокойно уйдем на рекламу, на небольшую рекламу, и вернемся в прямой эфир. И мы продолжаем программу студии «Транзит». И тема сегодняшней встречи, которая пройдет в Центре современного искусства СОПКИ 21А, 18.30 книжная медицина, писатели, медики, болезни и синдромы литературных персонажей, оповедает нам и раскроет эту очень интересную тему Алексей Водовозов, с которым мы сегодня беседуем у нас в студии. «Каких будете сегодня авторов препарировать?» Извините, да, немножко такое слово. Ну, нет, все правильно, правильно, правильно. Я уже перехожу в вашу специализацию. Дело в том, что вы же понимаете, их невероятно много, огромное количество. Ну, обыватели, наверное... И в том числе наших, да. Да, обыватели, ну что, сразу приходят, да, на ум? А давайте, вот что приходят на ум? Ну, мне сразу пришел на ум, конечно, Чехов, Булгаков, Ольги. Да, вот про Чехова мы не будем говорить, да. Сейчас Лермонтов. Было ли у Лермонтова какое-то заболевание? Это заболевание было. Кстати, Пушкин тоже приходит на ум с его страстями. А с Пушкиным, там не только это интересно, там, наверное, и гораздо более интересно все, что произошло после дуэли. То есть можно ли было его спасти, современные точки зрения и прочие вещи. Конечно, конечно. Но все-таки, смотрите, это не совсем литература, это все-таки судьба писателей, да? А мы говорим именно о их произведениях, то есть о том, как их знания отражались на том, что они писали. Поэтому я сделаю буквально такие, знаете, небольшие штрихи, то есть я расскажу о внезапно Данте Алигрее, то есть его божественная комедия, что там есть медицинского и какое вообще, в принципе, он имеет отношение к медицине. Далее, конечно же, как обойтись без Агаты Кристи, естественно. Из наших, конечно же, Михаил Булгаков, потому что там есть несколько сразу аспектов. Во-первых, он сам, как личность, его личный опыт, в том числе врачебный, и как медицинские знания того времени отражаются в одном из самых, наверное, известных его произведений «Собачье сердце». Потому что, когда медик читает «Собачье сердце», это совершенно другая история. Она отличается от того, когда «Собачье сердце» читает какой-то другой человек. Мы очень четко улавливаем вот именно те нюансы и ту картину 20-х годов, когда как раз на подъеме была экспериментальная медицина. Кроме того, будут немножечко и такие интересные примеры, ну, например, персонажи, герои и закрепление их имен в качестве названий для симптомов, синдромов, болезней и прочих вещей. Конечно же, ну, как без «Алисы в стране чудес», потому что по ней можно делать отдельную лекцию. Там, конечно, психиатрия в основном, но и токсикология местами пробегает. Кстати, и с наркологией в том числе, не без этого. Кроме того, есть очень интересные нюансы, когда абсолютно незаслуженно присваивали название синдрома. Например, я попробую реабилитировать мистера Пиквика, потому что у нас есть синдром Пиквика, но он в этом не виноват. Абсолютно. Если что, то есть это вообще о другом. А напомните, в чем проявляется синдром Пиквика? А это дневная сонливость, довольно существенная масса тела и прочее-прочее. Ну, в общем, если на медицинском языке, то альвеолярная гиповентиляция. То есть человек не может нормально продыть. Он не может продышаться нормально из-за того, что у него огромная масса тела. А если вы помните иллюстрации к приключениям Пиквикского клуба, то Пиквик там, конечно, такой, ну, с брюшком, с одной стороны, но с другой стороны, его нельзя назвать человеком с ожирением. Да, с ожирением. Да, вот мы его реабилитируем. Спрашивают, будет ли возможность тем, кто не попадет на лекцию сегодня, посмотреть, увидеть, не знаете, будет ли планироваться какая-то запись. Вот это я не знаю, это все-таки лучше уточнять у организаторов, то есть у областной научной библиотеки. Ну, как правило, как правило, они делают, по крайней мере, с Анной Матвеевой, вот, автором тотального диктанта в этом году мы тоже встречались и в этой студии, она была у нас тоже с лекциями, съемка была. Поэтому я, конечно, всех так вот прям сто процентов никому не гарантирую, да, но... Но будем надеяться. Немножко обнадеживаю, да. Вот к вопросу об экспериментальной медицине и около того, вот хочу вас спросить, о чем? Вы, как доктор, доктор в прошлом, лечащий, прекрасный врач-терапевт высшей категории. Вообще, конечно, терапевты в этом плане, это, конечно, наверное, первые самые главные врачи каждого человека. Хотя иногда их называют диспетчерами. Ну, нет, нет, я совершенно не согласна, потому что увидеть, развидеть и отправить туда, куда надо, это, конечно, ну, понимаете, это самая основная, это отправная точка, от этого действительно зависит жизнь. Я хочу спросить, были ли у вас случаи, когда вот вы уже, будучи популяризатором, да, научным медицины, популяризировали тот или иной факт? Но выходили какие-то новые исследования из области той же самой, да, вот медицины экспериментальной, и вам приходилось менять свою точку зрения, и менялась вот именно взгляд вашего профессионального сообщества? В принципе, да, конечно, вы же понимаете, что медицина на месте не стоит. Да, вот мне интересный пример. И некоторые вещи изменились буквально вот в течение моей профессиональной деятельности. Ну, например, язва желудка, двенадцатиперстной кишки буквально за те 30 лет, которые прошли после окончания военно-медицинской академии, стала терапевтическим заболеванием. А когда мы учились, это была хирургическая патология. Почему? А дело в том, что считалось, что было множество гипотез, почему вообще она возникает. И как это обычно бывает, чем больше гипотез, тем меньше мы знаем о реально настоящей причине. И хирурги, говоря об экспериментальной медицине, они пытались перерезать веточки блуждающего нерва, которые идут к желудку на разном уровне. И вот эта операция, она считалась как средство снижения риска развития язвенной болезни. Почему? Да, потому что блуждающий нерв вызывает выделение соляной кислоты, а она вроде бы разъедает слизистую, и все становится плохо. Так вот, выдающиеся люди, два австралийских врача, они за свое открытие получили Нобелевскую премию в итоге. Мы им очень благодарны. Да, они с огромным трудом доказали, что эта патология вызывается Helicobacter pylori. Да, и вот эта бактерия, которую мы можем вылечить антибиотиками и другими препаратами, то есть не ее, конечно, вылечить, а человека вылечить. Бактерия не болеет в данном случае. Но людей мы можем действительно спасти от этой болезни, и она внезапно стала терапевтической. Нет такого большого количества прободных язв, язвенных кровотечений, то есть тех тяжелых осложнений, которые раньше регулярно встречались. Ну и операции вот эти по пересечению веточек блуждающего нерва, их сложно назвать какими-то легкими, неинвазивными или без последствий. Ну вы же понимаете, это полостное вмешательство и всякое бывало. Поэтому вот таким вот образом, да, действительно за 30 лет медицина очень сильно изменилась. Далее, еще один очень крутой случай, это с холестерином. Потому что еще когда я учился, говорили о том, ну что холестерин это плохо. Вы же понимаете, да, то есть это жир, это ужас-ужас. Он попадает в сосуды, забивает их, образуются бляшки атеросклеротические, ишемическая болезнь сердца, инсульты, инфаркты и прочее дело. Ну а как же вот эти понятия хорошего и плохого? А вот неважно, да, вот видите, это уже появляется позже. Да. Хороший и плохой. И все равно говорили как, что нужно снижать уровень этого самого плохого холестерина так, чтобы он вообще чуть ли не в ноле исчезал. Ну не так, конечно, но нужно, да, нужно было с ним бороться. Например, при помощи безхолестериновых диет. А можно ли диетами понизить? А оказалось нет. Почему? А потому что весь холестерин мы делаем внутри себя почти. Там совсем-совсем чуть-чуть мы забираем из желудочно-кишечного тракта. Почему? А это оказалось критически важное вещество. Мы вообще без него жить не можем. Мы из него состоим. Если мы посмотрим наши клетки, то в мембранах клеток находятся так называемые фосфолипиды. И вот эти фосфолипиды как раз из холестерина и делают. Это еще не все. Из него делают половые гормоны, витамин D и прочие-прочие желчные кислоты. В общем, мы считайте, на этом холестерине работаем. Он, во-первых, по этой причине не может быть вредным. Первое. И второе, мы его делаем сами в печени. И вот когда мы с этим разобрались, тогда появились препараты статины. Статины. Которые именно в этом участке и работают, в печени. Они замедляют процесс его синтеза там. И мы выяснили, что на самом деле и жиры, и углеводы, и белки должны присутствовать в нашем рационе в обязательном порядке. Это было одно из очень сильных заблуждений диетологии, которое где-то лет 40 минимум длилось. Слушайте, как вы здорово все объясняете. Ну просто, понимаете. Очень надеюсь. Поверьте, ни один эфир с медицинскими сотрудниками, с врачами проведен в этой студии. И, конечно, одна из главных задач, как же попроще слушателям вот рассказать и донести мысль. У вас надо брать мастер-класс, это точно. Спасибо. Но в продолжении как раз медицинских всех историй вот еще интересует такой момент, я думаю, многих наших слушателей. Вопрос превентивной медицины. Вот вы знаете, нам все говорят доктора. Лучше предупредить, чем лечить. У нас есть диспансеризация, у нас есть профосмотры, у нас есть для таких, знаете, ипохондриков, как ежик из смешариков, да, постоянные по поводу и без похода к врачам, бесконечные эти номерки и так далее. Вы понимаете, да, о чем я говорю с научной точки зрения. Регулярное медицинское наблюдение для людей, у которых, ну, допустим, нет жалоб, может предотвратить реальное заболевание. Нужно ли вот это все? Да, конечно, нужно, но здесь один очень интересный нюанс, потому что вот этот термин превентивная медицина, это довольно свежее явление, это так называемая отстройка от конкурентов. Это как раз довольно темная сторона медицины, я бы так сказал. Они еще называют себя превентологами, как вариант. Так вот, нет такой медицинской специальности, если что. Медицина вообще, в принципе, она состоит из двух больших частей, любая, то есть вот нормальная научная медицина, которая пишется в одно слово, да, то есть медицина. У нее есть профилактическое направление и есть терапевтическое направление. В любом случае, если мы возьмем любой учебник, там везде будет и лечение, и профилактика. И эти две важнейшие составляющие, они действительно изучаются в медицинских вузах, и даже есть специальные врачи, которые отдельно учатся. Вот мы лечебники, например, а есть врачи-медпрофы, то есть те, которые профессионально занимаются именно профилактическими направлениями. Есть специалисты, скажем, по профболезням, то есть те, которые работают с различными производствами, например, вредными и прочими вещами. То есть это все медицина знает. И да, это правда. Проще предотвратить, дешевле и легче. Это так и есть. Это как со стоматологией, вы знаете, это вот самый, наверное, яркий пример. Да? Да. Потому что если вы идете на профосмотр к стоматологу, иногда это может окончиться. В лучшем случае вам скажут, ну вот здесь вот нужно убрать там что-нибудь такое, какой-нибудь налет и прочее, прочее. Раз в полгода вы к нему зашли, к стоматологу, он посмотрел, может быть, какой-то начальный кариес убрал и на этом все. А если, например, вы лет пять туда не ходите и приходите уже с пульпитом, с запущенным, да, когда там лезете на стенку. Не важно. Имеется в виду, что вы пять лет не ходили и в итоге вас пульпит к нему привел. То, во-первых, это будет с высокой вероятностью удаление зуба, а может быть, даже не одного, а может быть, даже какие-то другие вещи. То есть потери будут более существенными. И здесь в другой медицине имеется в виду уже в такой, в соматической, да, не в стоматологии, она тоже соматическая, но немножко другая все-таки. Так вот, здесь есть очень многие явления, которые не болят. Ну, например, повышенное давление не болит. Не болит. Не болит. Хотя есть такое распространенное заблуждение, что вот если в затылке ломит, это давление. Нет, не совсем и не всегда. Оно как раз в этом его коварство. И очень многие болезни не болят. Например, какой-нибудь гепатит, ну, скажем, или B, или C, не дай бог, конечно, но тем не менее, он будет очень много лет развиваться, и вы не будете знать, что он есть. Почему? Почему? Потому что печень обладает невероятными способностями к самовосстановлению. И даже 15% клеток печени хватит, чтобы мы не ощущали, что с ней что-то не так. Ну, когда перебьют 85%, извините, там уже мы ничего не сделаем. Это уже будет поздно. И вот когда это начинается проявляться клинически, тут, извините, никак. И вот в этом смысле очень яркая иллюстрация. Это Стив Джобс. У него было заболевание, злокачественная опухоль в поджелудочной железе, и он после постановки диагноза ушел, скажем так, на темную сторону медицины. Ну, он всегда был поклонником. Давайте так, он всегда в эту сторону смотрел, то есть различные там восточные практики, травяные препараты, там тибетская медицина и прочее, прочее. Ну, опять же, у всех свои, как бы, предрасположенности и предпочтения. Но когда он обратно вернулся уже к медикам, потому что стадия была действительно запущена, ему сказали, извините, мы уже ничем помочь не можем. А вот если бы вы обратились сразу после постановки диагноза, то есть не ушли, а провели операцию, как рекомендовали врачи, то мы могли бы убрать эту опухоль. И, скорее всего, с довольно большой, неплохой пятилетней выживаемостью после этого. Ну, то есть с высокой вероятностью он бы еще, как минимум, лет пять прожил, а может быть, даже и дольше. Это касается абсолютно всех заболеваний. У нас на сегодня есть масса препаратов, я понимаю, что это людей обычно пугает. Что это, мне теперь пить пожизненно? Ну, вот да, это же психологический такой момент. Да, но вы не поверите, на таблетках вы можете прожить еще лет 30, а то и 40. А без них 5, ну, в лучшем случае, 10. Да, значит, вы за диспансеризацию. Обязательно. Профосмотры. Да, да. Особенно к стоматологам, напоминаю. Особенно к стоматологам, да. Кстати, если говорить о стоматологах, то ведь действительно там сейчас всевозможных технологий столько. И одна из последних новостей, что ученые, по-моему, японские ученые. Японские, японские. Да, вы понимаете, о чем я говорила. Что мы теперь не будем пользоваться в скором будущем имплантами. Будем, будем, будем. Это пока что все на мышах. Как они очень интересно в новости написали, что они собираются в ближайшее время начать исследование на людях. Но вы же понимаете, что это исключительно для СМИ было сделано заявление. Не более того. На мышах получается, да, но пока что до людей не дошло. Слушайте, ну сложно себе представить, что вдруг опять хоп и вырастет новый зуб. Конечно, хотелось бы. Пока представить сложно. И, конечно, импланты в этом плане более такая история про реальность. Но лучше не терять зубы. А для этого нужно как раз регулярно посещать стоматологов. И других спецов. Да. Предупредить, нежели лечить. Ну и, собственно, вот мы говорили, да, сейчас вы на примере Стива Джобса рассказывали, вот все-таки онкологическая история. Все ждут, когда же, когда же появится это лекарство. А когда же мы будем избавлены от этого страшного диагноза. И вот куда движется в этом направлении медицина пока, конечно. Наверное, нас от онкологии может спасти только нерождение. В принципе, у нас же у всех есть эти клетки. Скорее всего так. Смотрите, здесь, на самом деле, конечно, очень такая интересная тема. Потому что не может быть таблетки от рака. Почему? А просто потому, что рак – это очень-очень разнообразная патология. Не может быть одной таблетки от всех видов. Любая наша клетка может уйти в неконтролируемое деление. И поэтому в каждом случае должен быть свой поход. Так вот я хочу сказать, что мы сделали невероятно гигантский скачок за последние лет 30. Появились такие методики, которые позволяют излечивать некоторые формы рака целиком и полностью. Безвозвратные, без рецидивов, без прочих вещей. К сожалению, не все. Да, не все. Но кое-что у нас имеется. И, например, в нашей стране вполне присутствуют некоторые очень интересные, высокотехнологичные решения. Скажем, ядерная медицина. О ней очень мало кто знает. Почему-то очень странно. Да, с одной стороны. А с другой стороны, там просто невероятные вещи творят. И да, действительно, не все виды злокачественных опухолей поддаются методам ядерной медицины. Но что это имеется в виду? Это и кибернож, и гамма-нож, и протонная терапия, и радиоиммунотерапия. А это вообще мне очень нравится. Очень красивая история, когда антитела, которые распознают именно злокачественные клетки, их нагружают радиоактивными изотопами. И что получается? Получается, что это антитело присоединяется к раковой клетке, не трогая вокруг расположенные здоровые. И вот этим самым изотопом, он там единичный, маленький. И вот такую ядерную бомбу она приносит к раковой клетке, очень избирательно уничтожая опухоли. И получается, что нам даже удается справляться вот при помощи этой методики с некоторыми четвертыми стадиями, которые раньше считались недоступными для терапии. Почему? А какая разница для антитела? Где конкретно находятся метастазы? Кругом эти антитела их найдут и уничтожат. Так что на сегодня просто невероятные вещи там творятся. Огромное количество открытий, огромное количество работ, в том числе российских ученых, между прочим. То есть мы идем в будущее, в светлое, скажем так, гигантскими шагами. На сегодня уже рак мы не можем считать приговором. Это скорее хронический диагноз. Вот если в 70-е годы прошлого века это, да, действительно был приговор, то сегодня это хронический диагноз, с которым мы можем работать. Ваши слова вдохновляют. По крайней мере, настраивают на позитивную такую сторону, потому что, конечно, очень хочется, когда, если вдруг мы сталкиваемся с таким словом, как онкология, говорить за жизнь, а не за смерть. Да, тут главное не убегать от медицины. Мы все-таки многое можем. Не все, к сожалению, к огромному сожалению, не все, но лучше все-таки идти к спецам. Врачи учатся всю жизнь. Да. Врачи учатся всю жизнь, и вы, конечно, те, кто нас бережет и спасает. А вот что бы вы посоветовали прочесть пациенту, который бы хотел получить качественные, популярные медицинские знания? Потому что, конечно, мы все обыватели, как мы часто сейчас делаем, мы открываем интернет, лезем в эту большую паутину, не понимая, как это все отсортировать, кто бы нас направил, да. Это тоже такие важные моменты. С одной стороны, вот это лечение в интернете, оно же потом тоже может так аукнуться и откликнуться, не дай бог, да. Вот ваша книга «Пациент разумный» вышла в 2016 году. Я так полагаю, что она, вот, общаясь с вами, написана таким же простым, популярным, медицинским таким, но популярным и простым языком. Что бы вы еще посоветовали, кроме вашей книги «Пациент разумный»? Так, ну, здесь, наверное, поскольку это такая мини-энциклопедия именно диагностического шарлатанства, к ней в паре я бы рекомендовал прочитать книгу Эдварда Эрнста и Саймона Сингха, она называется «Ни кошелька, ни жизнь». А вот это энциклопедия уже терапевтического шарлатанства, то есть какими методиками людей пытаются обмануть и выдавая их за реально существующие терапевтические. Далее, очень интересная книга Петра Талантова, 005. Доказательная медицина. Почему? Ну, потому что этот термин у нас в стране как-то, ну, мягко говоря, во-первых, не понят, во-вторых, не принят. И коллеги, которые в основном придерживаются этого принципа, так немножечко нервно шутят, что мы врачи нетрадиционной медицинской ориентации в нашей стране. Получается так. Это действительно сложно, потому что не все понимают, а что это вообще такое. Вот Петр прекрасно это рассказал, очень понятным языком, на исторических примерах, с конкретикой, как все вот это вот устроено. Петр Талантов. Да. И Ольга Кашубина, например, «Как болел бы врач». Вот великолепная книга. Какое классное название. Да, именно потому что Оля врач. И с этой точки зрения она показала вот себя пациентом. Как ходить в поликлинику, что делать в стационаре, по каким признакам выбрать правильного врача, как понять, что врач неправильный, как получить налоговый вычет за лечение и прочее, прочее. В общем, такой великолепный справочник, который прям очень сильно рекомендуется иметь у себя дома. Как болел бы врач Ольга Кашубина. Вот, пожалуйста, топ-4. Топ-4, да, мы сказали. Эрнст Исинкт, Петр Талантов, Ольга Кашубина и ваша книга «Пациент разумный». Ну, например, да. Хотя их, конечно, намного больше. И на всех лекциях я обязательно рекомендую и книги, и интернет-ресурсы, где можно было бы брать действительно качественную информацию на русском языке. Скажите, о чем вы мечтаете? Что вас вдохновляет? Ой, меня вдохновляет очень многое. И в том числе вот такие поездки. А мечты, они в основном реализовались, вы знаете, потому что военным врачом я был, научным журналистом я, в общем, тоже как бы стал. Плюс еще и музыкальное направление тоже реализовано. Мы с коллегами, с Алексеем Паевским и Анной Харужей сделали такое. Мы его называем трио профузной пенетрирующей медицинской песни «Три А». То есть три «А», три имени на «А». И мы поем медицинские переделки, самые различные. И как раз как трио мы родились здесь, в Мурманске, в Апатитах в 2018 году. И поэтому в следующем году мы постараемся в феврале приехать, отметить этот юбилей. Ну как, будет шесть лет, своеобразная такая дата, и все это повторить. Плюс немножко удалось реализоваться и в писательском направлении. У меня еще много книг в работе лежит, но я все никак не могу их закончить. И вот мечта в том, чтобы закончить все, что я начал. Очень это хочется. Вам удачи. Бодрости, такого же позитива и классного настроя, чтобы то, что вы планируете завершить, завершилось. А то, что вы планируете начать, началось и тоже завершилось. Так сказать, нам на пользу в доказательной медицине. Спасибо за популяризацию науки. Потому что, конечно, вы такая, знаете, гроза шарлатанов. Настоящий такой рок-звезда в российских, в наших лекториях. И, кстати, на ваших выступлениях всегда аншлаг. И сегодня в Мурманске тоже аншлаг. В Центре современного искусства СОПКИ-21 состоится лекция 18.30. Ну, кто успел, тот успел. Кто не успел, понятно, что опоздал. Но будем надеяться, что у нас будет запись. А так, вообще, конечно, у вас прекрасный ресурс, ваш блог личный. Смотровая военврача. Да, смотровая военврача. Да, пользуясь эфирным временем, я напомню всем, кто заинтересовался. Друзья, пожалуйста, загляните в интернет. И вы, поверьте, получите большое удовольствие. Правда, сродни такой легкой, ненавязчивой психотерапии. Спасибо, друзья. Спасибо за то, что слушали нас. Вам спасибо, что вы к нам приехали, пришли к нам на радио. Отличной сегодня встречи. Ну и всем, конечно, нам здоровья. Да, в обязательном порядке. Без здоровья ничего не получится. И физического, и ментального. Это точно. Спасибо, всего доброго и до следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok